всем большой привет а сегодня хочу немножко про горшочки я вот недавно встретила многие спрашивают и я смотрю многие советуют и в самих магазинах показано что вот лучшие горшки для орхидей это двойные сейчас покажу так да вот есть отдельно кашпо есть горшочек на ножках вы это вставляете оно так живет вы поливаете лишнее стекает на дно и там остается и вы уже или сливаете или оставляете в общем насколько это классная штука для орхидей у меня таких было раньше много я тут таких таким образом много растила но давайте так я расскажу сначала в целом потом свой опыт чем вот так плохо но это давайте так удобно тем что конечно вот я сразу горшок кашпо ты полил оно сюда стекло ты там захотел вынял слил да если надо там оставил в общем выбор каждого оставлять воду или нет так плюс в том что ножки ножки не касаются вот то есть подымают горшочек над водой и вода не касается дна в принципе тоже удобно кто хочет чтобы водичка со дна натягивалась ножки они полые в них вставляются фитильки или мох в общем то что может подтянуть воду вверх это тоже касается полива кстати у меня вышел ролик про полив ссылочка будет в описании также будет в конце видео переходите если вам интересно и вы еще не смотрели но возвращаясь горшку в принципе на этом достоинства ну это такие такие себе достоинства надуманные заканчиваются потому что все мы говорим о том как важен приток воздуха к в сам горшок дах корням орхидеи и мы или покупаем горшочки уже с прорезями если надо вот да я сама доделывала дырочки потому что вот не хватало дырочек в этой посадке этой орхидеи вот вот этой хватало без дырочек да все нормально а вот вот этой не хватало мне пришлось доделать вот я так регулирую скажем так просыхаемость горшков чтобы это более времени одинаково происходило в общем всем по потребностям так и вот в этом случае ну да каком притоке воздуха речь вообще никакого притока воздуха нету вы все закрыли да ну вот тут вот есть прорези но опять таки она плотно вставляется она вот здесь плотно прилегает нету притока воздуха никак когда я выращивала в таких горшках мне было удобно какую хитрость я делала я внутренний горшок делала в дырочку то есть я пробивала дырочки а в верхнем кашпо делала дырочки вверху то есть я тогда поливала например если воды наливаю много и она вытекает в кашпо чтобы она что через дырки не лилась на пол да потом я там вынимала кашпо из кашпо вернее горшок лишнюю воду сливала и вставляла назад но чтобы был приток воздуха у меня в верхней части кашпо были сделаны дырки а у горшка были сделаны ну дырки уже по всему горшку и так и обеспечила вот в подобных посадках приток свежего воздуха честно скажу ну такой накладненький способ и не люблю я делать горшки это крайне не весело долгими зимними вечерами сидеть с паяльником или с отверткой нагретой на комфорке или с длинным гвоздем зажатым плоской губцер нагретым на комфорке в общем сидеть и делать эти дырки ну то еще удовольствие особенно когда у тебя большая коллекция и все такое прочее поэтому я не очень я за подобные горшки подобные посадки у меня в общем то я использую от этих горшков от комбинированных горшков только именно сам горшок кашпо у меня стоит отдельно и беру я его там крайне редко не знаю на 5 секунд если уж мне там для чего-то это надо ну честно говоря последнее время мне это вообще ни для чего не надо поэтому я их не беру мне очень много кашпо стоят без дела но такой горшочек можно в принципе сделать самому тут хоть пошли очумелые ручки можно взять например ты сейчас сижу глазами ищу большое кашпо кашпо достаточно большого объема и извините она будет грязная так вот такое кашпо кожи видавшие виды оно большое но если вы уж прям хотите в кашпо взять горшочек который будет меньше который видите он не будет плотно прилегать к стенкам будет приток свежего воздуха у меня есть небольшие ножки у горшочка то есть но в принципе это выглядит вот так и это имеет место быть если вы уж хотите двойной горшок то лучше вот так чем когда она плотно прилегает вот у меня есть такой еще горшочек он еще уже да можно ну же наверху него оказался шире плохой вариант ну вы поняли маленький горшочек вот можно даже вот так если вы на дно что-то положите поставить сверху и вот так вот у вас там будет и дополнительная влажность вокруг самой картинки собираться и при этом у вас будет и приток свежего воздуха принципе в таком ключе почему нет но в остальном я против двойных горшков и на самом деле скажу так но в пластик конечно не очень прям супер пупер выбор в плане формы и размеров но гораздо лучше чем когда я начинала потому что сейчас можно найти очень различного диаметра при этом с достаточно небольшой высотой можно найти сразу вот такие готовые с дырками и никаких приключений вот таких горшков я когда сажала регулировала влажность ну например чтобы не было сильно прям сухо чуть-чуть мха именно знаете как в корзинке сажают деревянный именно вот по краю по кругу вы сажаете и по внутрь уже там чистая кора или ваш субстрат какой вы используете и в принципе да ну неплохо работает мне понравилось но тут ну я сейчас редко таки использую все-таки мне суховато я чаще использую или 10 так покажись вот такие закрытые и у меня тут прекрасно растут корешочки эти всем все нравится вот такая прелесть или же я использую вот такие вот у них есть продольные прорези обычно без дырок мы прям если сильно на готово я доделываю такие эти дырочки вот и есть у меня еще вот такие там тоже при желании я делаю дырочки но редко вот в принципе опять-таки повторюсь я бы не сильно бы использовала подобные горшки но как я люблю говорить всегда находится тот умелец который умеет растить в подобных горшках у него получается круто классно есть тот кто не очень умеет растить в таких горшках ему нравится поэтому имеет место быть но вот если вы спрашиваете как такой горшок стоит или не стоит у вас нет опыта и в принципе обычно это спрашивают именно новички то ну такой себе выбор да то есть если у вас этот горшочек будет все время стоять отдельно кашпо вы будете ставить например ставить в кашпо поливать потом вынимать из этого кашпо там ставить на место из кашпо воду сливать и отставлять до следующего полива то в принципе почему нет если вы заморочитесь и сделаете соответственно дырочки для доступа свежего воздуха корневой то опять-таки почему нет почему бы и нет но в остальном не очень такие горшки подойдут тем кто поливает на фитиле с определенными модификациями или без но в принципе кто поливает на фитиле тому наверное это будет прям идеальный вариант ничего не надо выдумывать все уже есть и конечно же те кто используют сами гидро до полу гидропонику тоже эти горшки могут очень даже подойти тоже почему нет но обычно они используют просто кашпо просто кашпо делают дополнительные дырочки для контроля уровня воды и отхода лишней воды ну в общем это это отдельно семья гидропоника это отдельная история вот такое мнение поэтому ребят если вы задумаетесь то ну на ваш скажем так страх и риск но я не очень рекомендую подобные горшки ну что ж на этом все всем большое спасибо за просмотр заглядывайте в описание к видео там всегда много интересных ссылочек также спасибо всем кто досматривает видео до конца в конце всегда появляются рекомендованным рекомендованных и видео лично от меня или от ютюба на похожие видео остальные или на плейлист похожих видео собранных на моем канале и всем большое спасибо еще разочек еще много разочек большое спасибо и солнечных дней пышных цветений пока пока